нервная система по зайцу странице 230 и не вижу резко получается ли не резко тиры без рефлексов 238 до высшей нервной деятельности по учебнику страница 220 тиры 239 заканчиваем симпатическим парасимпатическим дядю значит с чего начинаем с того что у нас нервная система имеет две классификации анатомическую и физиологическую по анатомической классификации она делится на центральную и периферическую центральной относится какой головной и спинной напоминаю что если у вас в ответе спрашивают мозг нельзя говорить просто спин как просто мозг то есть нужно уточнять потому что у нас вообще есть еще желтый костный мозг красный костный мозг тогда и соответственно головной мозг спинной мозг периферической нервы узлы и нервные окончания у нас их два типа рецепторы и синапсы а к автономной нервной системе у нас относится по вторая классификация физиологическая соматическая нервная система атака которая контролирует скелетную мускулатуру и высшим центром является кора мозга и автономная или вегетативная высшим центром является гипоталамус промежуточный мозг из продолговатого мозга выходит самый большой нерв это блуждающий который относится к парасимпатической нервной системе и соответственно делится она у нас на симпатическую и парасимпатическую вспоминайте потому что знать должны но говори симпатическая нервная система ускоряет все кроме пищеварительной а парасимпатическая замедляет все кроме пищеварительной парасимпатическая ускоряет пищеварительную систему поесть нет чтобы спать у тебя затормозится все и парасимпатическая симпатическая вот соответственно здесь по характеристикам то что у нас узлы симпатической находятся в грудном и поясничном отделе и у них короткие межузелковые пространства а парасимпатическая узлы находятся центральные продолговатый мозг и шейный отдел позвоночника спинного мозга и крестцовый отдел самый крупный узел еще раз повторяю это тот который идет блуждающий нерв к сердцу желудку мочевому пузырю не к мочевому пузырю к мочевому скрестцового идет к печени пищеварительной системе вот и он соответственно у нас замедляет всю пищеварительную систему и соответственно успокаивает сердце нормализует работу вот и у них длинные межузелковые пространства один узел здесь находится другой здесь дальше пошли по спинному мозгу что он у нас имеет серое вещество спинномозговую жидкость и белое вещество и в сером веществу находятся тела вставочных и двигательных нейронов тела чувствительных нейронов находится в задних корешках вот это задние корешки это передние корешки отходят и соответственно серое вещество у нас выполняет рефлекторную функцию замыкающую функцию а в белом веществу находятся восходящие нисходящие нервные пути проводниковая функция коре мозга и обязательно вспоминаем рефлекторную дугу то есть у нас в рефлекторной дуге есть пять основных звеньев рецепторы потом идет чувствительный путь вставочный нейрон центральной нервной системы это может быть несколько двигательный путь и рабочий орган и импульс может идти только в одну сторону для того что правильно выполнилась работа или неправильно выполнилась уже по другому импульс пойдет и торможение из головного мозга приходит у нас на вставочный нейрон и наоборот возбуждение если мы без укола мы же можем поднять опустить руку да тоже возбуждение придет сюда на вставочный нейрон тогда рефлектор и рефлектор замыкается но это напоминаю что у нас безусловные рефлексы они прописаны есть еще условные они будут на следующем у нас уроке соответственно дальше строение головного мозга головном мозге что-то не отличное и самое любимое головном мозге у нас есть пять отделов передний мозг покрытый корой но только снизу надо начинать вот отсюда продолговатый продолжение спинного впереди переходит в мост средний мозг соединяется с мозжечком совместную функцию мозжечок конечно большой четвертью переднего мозга составляет у нас сложные движения и вот это промежуточный мозг состоящий из трех отделов и передний мозг соответственно зоны доли сейчас вспомню работают продолговатый сначала продолговатым все безусловные рефлексы пищеварительные системы и дыхательные системы и защитные но я напоминаю что у нас есть еще рефлексы просто спинного мозга то есть не поднимающийся продолговатый мозг например коленный рефлекс тот же самое дергивание руки от укола вот вот это мост ну и там же в продолговатом у нас там рвотные защитные пищевые рвотные глотательные слюноотделительные смыкание голосовых связок чихание кашель мост в нем происходит перекрест информации которая идет от левого глаза и левого уха и правого глаза и правого уха и они поступают в другие полушария и соответственно он отвечает за четкость зрения и слуха и поэтому иногда бывает когда вот вечером утомляемся и резкость пропадает из-за того что переутомление произошло именно путей не только самого хрусталика например но и нервного пути средний мозг работает в паре с мозжечком мозжечок убирает инерцию движений а средний мозг наоборот плавность это мозжечок а средний мозг тонус мышц насколько сильно нам нужно совершать действие то есть берет человек кружку да и как сильно он сжимает предмет то есть если мозжечок останавливает действие средний мозг контролирует насколько нам нужно сократить мускулатуру чтобы переставить предмет с места на место мозжечок останавливает чтобы мы не раздавили а средний мозг переставляет и средний мозг поэтому отвечает за сложные тонические рефлексы кувырки прыжки там стояние на одной ноге и работу среднего мозга можно тренировать то есть это то что как раз таки физиологическими тренировками достигается убирается то есть создаются рефлексы навыки возникают спортивные которые а промежуточный мозг он от состоит из трех частей таламус гипоталамус эпиталамус но мы в основном говорим функции только гипоталамуса который работает вместе с гипофизом с эндокринной железой и выполняет нейро гуморальную регуляцию гипоталамус воспринимает информацию от всех внутренних органов и посылает нейрогормоны в гипофиз а гипофиз уже потом регулирует все остальные эндокринные железы например и в гипоталамусе находятся центры отвечающие за жажду голод насыщение за весь он регулирует весь обмен веществ и вот здесь минус какой что если у нас вопросы по сосудосуживающим рефлексом сосудосуживающих сосудорасширяющих несколько центров один находится в промежуточном мозге один находится в продолговатом мозге если мы замерзли сосуды спазмируются или нам жарко сосуды расширяются этот центре промежуточного мозга а если мы побежали под воздействием адреналина сосуды до могут спазмироваться это гуморальная регуляция а вот а если соответственно это будут центры уже продолговатого мозга и кора мозга у нас есть доли и зоны это тоже все знаете доли лобная теменная височная затылочная в затылочной находится зрительная зона дали под затыльник звездочки из глаз посыпались все помнят вот в лобной доли вообще находятся у нас эмоции чувства боже что случилось но здесь вот еще есть центральная борозда и вот в передней части борозды находится мышечное чувство за бороздой в теменной доле находится кожное чувство и поэтому вместе кожно мышечная чувствительность работает в височной доле снаружи находится слух а внутри по над мозолистым телом вот здесь находится обоняние и вкус вот здесь и здесь же у нас височной и мышечная где кожно мышечное чувство так как объем мозга увеличился размер мозга то появились две новых зоны отвечающие за речь в правом полушарии за устную речь а в левом полушарии за письменную речь и проверялось это на людях получающих травмы то есть или там например инсульт если произошел то есть человек умеющий читать и писать утрачивает навык вот сложения значков в буковке или наоборот если произошел инсульт в правом полушарии то к нему обращаются то есть он не понимает что ему говорят но может ответить письменно может ответить на вопрос письменно и поэтому вот золи доны вспоминаю но то что мы сейчас проговорили это новая кора а под глубине где-то еще полтора два сантиметра там еще есть крупные узлы старой коры вот старая кора отвечает за долговременную память и за интуицию так грубо говоря да и вот поэтому у людей у старых пожилых если начинается разрушение новой коры но старая кора может еще помнить то есть они могут рассказывать тихотворение которое учили там не знаю в восьмом классе а что они сегодня завтракали или что к ним сегодня кто-то подходил что я чем-то с ними разговаривал не забывают то есть новые рефлексы и новые центры повреждаются а глубокие вот эти центры с долговременной памяти они сохраняются понятно вот еще раз повторяю не забываем про рефлекторную